МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первичный уровень находится в глубоком кризисе. Необходимость выполнения указов президента привела к тому, что большинство больниц, уровня центральной районной больницы, уровня городских больниц, вынуждены сокращать закупки лекарственных препаратов, вынуждены сокращать свой персонал, вынуждены сегодня влезать в долги, связанные с невозможностью оплаты коммунальных услуг, с невозможностью оплаты второй статьи. И в этих условиях, естественно, у нас существует прослойка. Существует посредник в виде страховых компаний, которая регулярно, ежегодно изымает фактически системы здравоохранения Российской Федерации порядка 25-40 миллиардов рублей. По разным оценкам, это и прямая оплата их услуг, и, естественно, те штрафы, которые они накладывают на лечебные учреждения. Мы считаем, что сегодня созданы наиболее благоприятные условия для того, чтобы этого посредника наконец избавиться, и для того, чтобы фонды, в том числе их территориальные подразделения, фондов обязательного медицинского страхования, ввели прямые расчеты с больницами, ввели прямую работу по, скажем так, улучшению качества этих самых медицинских услуг и, естественно, предотвращали вот эту потерю огромных средств. Кроме того, на сегодняшнем заседании Государственной Думы будет рассмотрен во втором чтении законопроект, вводящий административную ответственность за нарушения при проведении публичных мероприятий. Это очередное ужесточение закона, в который без того сегодня стоит неравные условия заявителя, и вторую сторону, сильную сторону, это органы государственной власти и органы местного самоуправления в части разрешительного порядка уведомлений о проведении публичного мероприятия. Теперь предполагается ввести административную ответственность за уведомления о публичном мероприятии и за его непроведение. Соответственно, это будет штраф до 30 тысяч рублей. Естественно, мы со своей стороны предложили поправки, мы предложили сделать равными условия привлечения к ответственности как для тех лиц, которые заявляют, но не проводят публичные мероприятия, так и для органов государственной власти, которые отказывают, порой не имея для этого никаких объективных причин, проведение публичных мероприятий, либо необоснованно предлагают перенести проведение публичного мероприятия в другое место и в другое время. Мы предложили уравнять эти две стороны, ввести для них одинаковую меру ответственности в виде соответствующего штрафа. Профильный комитет, к сожалению, пока нашу поправку не одобрил, будем сегодня доказывать его необходимость принятия на лендарном заседании Государственной Думы. Ряд вопросов сегодня вносится в законодательные акты, связанные с уголовно-исполнительной системой. В частности, фактически мы возвращаемся к системе исправительных работ, которая будет сегодня вводиться наряду с условно-досрочным освобождением в качестве такой альтернативной меры. В советское время существовало, все помните, такое понятие, как химия. Это тоже были исправительные работы. Сегодня к этой практике мы возвращаемся. Порядка 15 исправительных центров будут созданы по России. И человек, который отбывает наказание в условиях колонии, сможет ранее, чем на условно-досрочном освобождении, перейти на такой вариант, более легкий с точки зрения содержания, исправительных работ в специальных учреждениях, где он будет работать, где будет отчислять соответствующие налоги, в том числе оплачивать, возможно, тот вред, который был причинен преступлением. Ну и, естественно, в более короткие сроки возможно добиваться условно-досрочного освобождения. Ряд законодательных новелл вводится в 44-й федеральный закон, связанный с федеральным, сегодня с системой закупок для государственных и муниципальных нужд. Совершенству нет предела, это более 400 поправок уже внесено в этот закон. Но, к сожалению, жулики, аферисты разного рода умудряются обходить закон. И сегодня вносятся очередные изменения, в частности, вводится административная уголовная ответственность за заведомо ложное заключение эксперта при принятии товаров, услуг, работ, связанных вот с этим как раз законом. Одновременно расширяется перечень тех организаций, тех лиц, которые могут закупать товары и услуги до 400 тысяч, что называется, у одного поставщика, к зоопаркам, к образовательным организациям, к организациям для детей-сирот и прочим-прочим организациям, которым мы в течение последних трех лет наделили эти права, теперь добавляются и научные организации. Но, еще раз повторю, к совершенству нет пределов. Закон, к сожалению, не выполняет тех функций, которые на него возлагались. И те 400 с лишним поправок, которые в него внесены, это еще не конец. В Государственной Думе рассматривается пакет законопроектов президента Российской Федерации о решении проблем, жилищных проблем судей. В пояснительной записке и в докладах, когда нам представлялся законопроект первого чтения, было сказано, что они направлены на то, чтобы обеспечить независимость судей от местных властей при решении жилищных вопросов. Но на самом деле судям представляются такие льготы, которых не имеет ни одна категория граждан и ни одна категория чиновников. Прежде всего, судьи ставятся на учет по иным нормам, нежели предусмотрены в нашем жилищном законодательстве. Жилищный кодекс говорит, что основанием для постановки на учет является наличие так называемой учетной нормы, наличие площади ниже учетной нормы. По стране разные размеры, разные нормы, зависят от регионов. От 6 до 12 метров учетная норма, ну а в отдельных регионах 15 метров. Для судей устанавливается учетная норма 15 метров ниже, если имеет судья ниже, значит он ставится на учет. Далее надо отметить, что существуют достаточно серьезные, большие нормы, минимальные нормы для получения жилья. На судью должно выделяться 33 квадратных метра общей жилой площади, плюс 20 метров, это дополнительные жилой площади в обязательном порядке. И кроме того, для заместителей, председателя Верховного суда и для члена Верховного суда, председатель Верховного суда может устанавливать еще дополнительные, так сказать, надбавки к площади. Причем пределы ничем не регламентированы, ничем не определены этих площадей и условия представления тоже ничем не определены. Сам председатель Верховного суда будет решать, как и в каких размерах кому выдавать дополнительные жилье. Надо отметить, что жилплощадь будет выделяться и приобретаться в собственность теми судьями, передаваться в собственность тем судям, которые отработали в должности не менее 10 лет. Но если судья ушел в отставку и отработал 10 лет, то ему также выделяется жилье. То есть на пенсии судья также получает жилье за счет судебного департамента Российской Федерации. Получат жилье и те, кто проработал менее 10 лет, если они ушли с должности по болезни. И не имеет значения, сколько времени этот человек проработал, 2 недели, 2 месяца или 2 года, он получит жилье, если имеются соответствующие медицинские документы. Взамен жилья судья может получить при определенных условиях субсидию на покупку квартиры, либо на строительство жилого дома. Судья имеет, кроме того, у судей появляется право на получение второй квартиры, это так называемого служебного жилья. То есть в случаях, когда судья получил жилье в одном регионе, приобрел ее собственность и переехал в другой регион, то в том регионе ему выдается так называемое служебное жилье. Но надо отметить, что в случае, если судья не может быть представлен в служебное жилье, то он получает соответствующую компенсацию в связи с наймом жилья, с поднаймом жилья. Кроме того, существует еще ряд норм, которые создают дополнительные условия, которые свидетельствуют о том, что судья оказываются в весьма льготном положении, в положении, которое их серьезно отличает от других граждан и других чиновников. И когда нам говорят, что эти нормы направлены на то, чтобы обеспечить независимость судей от местных органов власти, то мы понимаем, что они направлены на то, чтобы создать особое сословие, особую касту людей в нашем обществе. Фракция не поддерживает эти законопроекты. Спасибо.